Нанотехнологии в ВСУ – лучшая иллюстрация к сегодняшнему празднику. Едкое замечание украинского журналиста в день юбилея ВСУ кадром снятым в расположении украинских войск. Эпизод короткий, но что называется самодостаточный. Несколько солдат в полном обмундировании, бездорожье и строительная тачка в качестве основного транспортного средства. Нехитрый скарб тащит по очереди, периодически останавливаясь, чтобы счистить с колес налипшую грязь. Подробности, где именно это происходит и почему у отделения нет какого-нибудь более подходящего ситуации, оборудование не приводится. Однако причины понятны. Украинские телеграм-каналы намекают на коррупцию и осваивание армейских тендеров, а министр обороны публично признается в скудости бюджета. Мол, военные незалежные по его подсчетам должны получать как минимум на треть больше, но денег на это нет. Поэтому, видимо, приходится кормиться идеей. Рассказами о том, как доблестно ВСУ защищают Украину обстрелами мирного Донбасса. Или внешними изменениями в виде пресловутой декоммунизации армии и утверждения новой высоко патриотичной символики. За 30 лет изменили все, приветствие, форму, воинские звания, знаки отличия и эмблемы. Вот только о создании какой-либо новой традиции в этом случае говорить не приходится. Старание руководства незалежной соответствовать стандартам НАТО и Европы пока лишь реализуется во внешнем виде украинской армии. Форма шевронной эмблемы войск, кажется, под копирку срисованы со старших товарищей. Такая резкая смена эмблематики говорит о том, что на Украине имеет место быть два процесса. Первое – смена исторической памяти. Там избавляются от всего, что объединяет нас в прошлом. Второй аспект. На самом деле оказывается, что у украинских дизайнеров, тех, кто занимается эмблемами, у них просто нет воображения, если они копируют французские, английские или какие-то другие эмблемы, говорит политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Беспалько. Но давайте обо всем по порядку. Сейчас знаки различия основаны на советской символике со звездами, родственной с символикой армии стратегического противника. Констатировали разработчики новых символов, предлагая новый дизайн формы и эмблем различных родов войск. Новый дизайн базируется на наследственности с украинской военной традицией. А теперь наглядно. На эмблемах бронетанковых войск Украины и 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ имеются рыцарские перчатки и алебарды. То есть средства защиты и вооружения, характерные для Западной Европы и не имеющие ничего общего с так называемой украинской военной традицией. Большинство эмблем заимствовано из англосаксонской, итальянской, немецкой и французской военной геральдики. При этом некоторые эмблемы армии указанных стран скопированы подчистую. Еще пример. Эмблемы пехотных подразделений вооруженных сил Франции и морской пехоты вооруженных сил Италии. А вот украинская эмблема. И вновь вопрос, так где ж она украинская наследственность? Что у них есть реальное? Это УПА. Но это партизанщина, эти традиции для регулярной армии не годятся. Где украинские националисты воевали в рядах регулярной армии. Это вермахт Третий рейх, с этим и будет связано такое обращение к традициям, объясняет доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова Александр Бубнов. Фашистская символика националистических подразделений типа Азова это ягодки. Вот и настоящие цветочки. Знак на берет для украинской горной пехоты представляет собой изображение эдельвей со стопорами. Брошь в виде этого цветка была обязательным атрибутом кепи и гирей 1-й горно-пехотной дивизии вермахта. А вот как говорится найдите два отличия. Что общего между командованием объединенных сил ВСУ и формированием казачьих коллаборантов образца 1942 года? Два совершенно одинакового дизайна креста, две одинакового дизайна скрещенные сабли. Основная идея прямо взята. Плюс венки, которые обрамляют трезубец. А в немецком варианте в венке обрамляется свастика, продолжает Бубнов. В творческий коллектив разработчиков нового военного лица Украины вошли около 25 членов рабочей группы художники. Специалисты в сфере военной символики и геральдики, ученые-историки, говорят в украинском Минобороны. Но факт в том уверены эксперты, что дизайнеры особенно не потрудились. Они просто скопировали французские и другие эмблемы, пользуясь элементарным невежеством своих заказчиков. Вот такая реформа украинской армии получается.